Да, в России финансовая система будет выстроена самая интересная. Но когда я писала прогнозы 2012 года и думала над ними уже в конце 2010 года, я увидела уникальную структуру, которая будет открыта только в 2012 году. Она не будет действовать уже в 2012 году, но будет только открыта. Открыта в 2012 году как возможная система финансовая мировая. Она очень интересна для меня лично, чем эта система, которая, знаете, как электрические единицы, как поле. Я где-то сопоставила это с Нострадамусом, когда он видел, что вся Земля опутана проводами, и говорил, что не проводами, он не знал этого слова, а путана паутиной. Что вся Земля путана паутиной. По сути, это были провода. Человек не мог как-то это обозначить, что это такое, он не понимал. Какой-то ящик там, понимаете, с картинкой или лампочка. Все это, в общем, чудеса последнего столетия, по сути, по большому счету. Или последних полутора сотен лет, да. Но и то же самое относится к воздухоплаванию, правильно. Но если говорить об этой системе, я даже сама еще, понимаете, не знаю, из чего она создастся. Но ее уникальность, во-первых, в том, что это поле, большое общеинформационное поле, которое, как сеть электрическая, охватывает мир, цивилизованный мир. Что интересно в ней, она сохраняется в единицах над каждым человеком, над каждой структурой. Определенное количество единиц. Это финансы, которые есть у человека, как его потенциал материальный. Материальный. Но это не вещественные деньги. Это даже не карточки электронные. Это не интернет-система. Но с нее все начнется. То есть вы это увидели, вы это просчитали, вы это как? Я это увидела, я это просчитала. Да. Многие вещи приходят таким образом, когда над ними думаешь, видишь точки планетарные, откуда это создастся, что это может быть. То есть как некий информационный канал, да, вот этим словом, который уже все понимают. Конечно. И что мне интересно, она, нету совершенно никакого поля для махинаций финансовых, понимаете. Кроме всего прочего, человек уже не боится за то, что он потеряет вещественные деньги материальные, которые держит в руках. Вот сейчас там человек боится, что у него кто-то украдет что-то, что у него есть, правильно? Вот. И точно так же он боится того, что с карточки что-то снимут у него, понимаете. То есть украдут вот это вот опять же материальное явление, вот какие-то мошенничества, вот. И то же самое исключают полностью теневые структуры из этой области, понимаете, которые сейчас торгуют там наркотиками, людьми и всем вот таким, что с этим связано. Я говорю, что он получавший политэкономию, это бранцузский социалист-интописточ. Вы рисуете такой радужный мир, а вот у меня вопрос. На самом деле это мир не радужный, а очень интересный. И чем лично мне это было интересно, именно тем, что у человека появляется возможность сразу, понимаете, вот так же, как сейчас мы там платим через интернет, там за телефон, за квартиру, мы не бежим к Сберкассу, правильно? Я еще говорю Сберкассу, дети смеются все время, потому что это Сбербанк, а я говорю Сберкассу. Мы не бежим куда-то, понимаете, мы уже, так сказать, для нас это свободная система. Но, тем не менее, при всем при этом, у нас освобождается огромное поле для раздумий и вообще для работы над другими вещами. Сознание работает уже в другом направлении. Я начну читать ваши книги прямо, как если мы закончим онлайн.